Степан Илларионович Мельников, мой отец, родился в 1858 году в семье русского крестьянина Нижегородской губернии Сергаческого уезда Александровской области и села. Отбывая в сверхспрочную воинскую службу в Воскресенске Нижегородского уезда Московской губернии, он женился на девице Елене Григорьевне Репкиной, 1866 года рождения, из местной крестьянской семьи в деревне Мокруши. Вскоре после женитьбы Читай переселилась в Москву, и Степан Илларионович получил казенную службу в Петровской сельскохозяйственной академии. Вместо моего рождения была соломенная сторожка, та самая, в честь которой называлась и станция Паравичка, и остановка трамвайных линий. Ее самой, созданной из глины и соломы, теперь уже нет, но ее ароматное имя чуть ли не до сегодня еще носится в воздухе Петровска-Разумовского. Что-то ее родное стояло на всех путях моих дерзаний и жгла печать ее архитектуры. Знаменитая заселяла с рабочими, среди которых старшим был мой отец. Он ведал важной заботой об исправном состоянии нового шоссе, прямой связи Академии с Москвой. Мое сознание открывается мне в казенной будке. Наш деревянный дом стоял на углу того же шоссе и Ивановской улицы. В нем жили четыре семьи с таким количеством детей, что весь широкий двор был утоптан нами до приятной земляной ласковости. За величественными соснами, стоявшими на голых извилистых, как змеи, корнях, за длинными зарослями бузины был другой мир. Там, в жуткой путанице веток и игл, таинственно мелькал кубообразный парвичок с вагончиками для людей. Он часто мне снился, сходил с рельсов, чтобы меня догнать. Мы переехали от соломенной сторожки в свой дом. Только что отстроенный домик наш, размером семь на семь аршин, блестел нарезной, был поделен на три комнатки с русской печью, четыре окна в лизных наличниках, рубленные стены дышали запахом сосны. Заарендованный у крестьян деревня Лихобора земельный участок был угловым и касался лесной опушки. На нем была и луговинка, и девственные березы со стволами из белого шелка, кудравая с крупными ягодами рябина и нетронутый кусочек лесной чаща с прямыми зелеными осинами и можжевельником. И домик наш, и весь участок его, а следовательно и мы, все потонули в благах настоящей нетронутой природы. Чудный Лихоборский лес. Лес. Тебя нет. Камни докопать труп отравили, а потом и уничтожили без остатка твою нежную жизнь. Сколько бубенчиков, ландышей, фиалок и грибов. Они росли у ворот нашего дома, а то и на самом участке. Синички, снегири и другие певчи, где бы небесные артисты. Гул и бой телевизоров начисто освободили нас от того, что дано нам от чистого и вольного звуку песен. За лесом речка. Милая Лихоборка, для нас, мальчишек, ты была соучастницей наших проказ. Голые мы не чувствовали предела своей радости. А какие плотицы серебрились в твоей, как утренняя роса веселой призрачной водицы. Юрки и щурята, колючие окуни, стадами прогуливались под сенью зарослей шиповника, сочной травы с морем полевых цветов. Теперь ты не ты, сточная канава, ни ольхи у твоих берегов, нет и осоки. Не привлекаешь ты даже лягушек. Домам с газом, электричеством и крохотными лужами ванн не заменить того, чем пользовались мы, лесом, сказкой. Сколько в нем чувствовалось пространства в черте Москвы. А синики, березы, сосны, тубы, орешник, калина, волчьи ягоды, в непролазной глуши борсучие ямы с черной водой. Части леса, как страны света, отличались друг от друга породою, цветами, грибами, лаской или жутью. Погиб лес, и погибли просторы. Отец наш не любил ни казенной, ни какой-либо другой службы. И вообще не любил кому-либо подчиняться. С переезда в свой дом он развил молочное хозяйство, начатое им еще у соломенной сторожки. С большим рвением, порой испытывая лишения, мы укрепляли и улучшали свое владение. Для такого хозяйства и мы, дети, были самыми настоящими членами рабочей жизни. И личную ответственность чувствовали наравне с родителями. Летом мы знали восход солнца. Наша улица, 4-я Лихоборская, оживлялась летом дачниками, а зимой владельцами всей улицы были мы одни. Единственный след по снегу прокладывался мальчиком, гнедой лошадью, на которой отец с матерью ежедневно отвозили молоко в Москву. Весной с больших саней снимались железные подрезы, узкие, длинные и отполированные. Их я взял покататься, связал проволокой, образовалась огромная лыжина и вынес на улицу. Оттолкнувшись, мы вдруг понеслись, закусив удила, раскатываясь, не разбирая дорог и, не довезя до конца, всех нас сбросило со спины стального скакуна. Я был чрезвычайно удивлен проявлением скрытой силы летающих подрезов, так как улица наша была почти горизонтальней.